добрый день друзья с вами тарас березовец и на наших глазах разворачивается просто таки голливудская драма без всякого сарказма то что происходит сегодня в беларуси наверное даже заслуживает чтобы снять по этому поводу голливудский блокбастер главной роли луки лукашенко президента должен сыграть какой-нибудь роберт дюваль например диктатора у которого пропало все и самая главная причина и собственного падения послужили не нато не наркоманы на улице как он говорил не путин не ярош а именно он сам поскольку он сам виноват в этом результате и конечно же добила луку во-первых коронавирус во вторых реакция на него совершенно глупая и наконец совершенно неоправданное насилие которое было применено против белорусского народа ничто на самом деле от него этого не требовало как не требовало фальсифицировать результат выборов с результатом 80 процентов за нарисовал бы себе 52 ну там 53 процента и все было успокоилось тихановская получила бы 40 сказали ну да почти победила но очевидно да наверное скорее он победил с небольшим перевесом на 80 процентов против 10 у тихановской конечно же взорвало даже такую спокойную нацию как белорус что теперь будет происходить ну с учетом того что прекратили вещание все основные государственные телеканалы других у них нет мы знаем единственный канал белсад вещается со спутникой соседней польши все основные государственные сегодня кроме того ушло в отставку правительства и это уже не начало полномасштабного кризиса это практически уже кульминация а кульминацией что будет кульминации можно может послужить два две вещи или лукашенко признает собственное поражение и уходит в отставку и объявляет повторные новые выборы по сути с перерегистрации всех кандидатов в том числе те которые сидят сегодня в его застенках рашлеба расследование против всех силовиков а это самый худший для него вариант поскольку тогда он должен сдать тех людей которые его защищали до последнего и второй вариант в эту ситуацию вмешивается путин сейчас путин конечно внимательно наблюдает и он взвешивает все за и против этой ситуации он не знает до конца как ему поступить первый вариант наиболее логичный и после разговора с лукой вроде он следует это военная помощь он сказал шонга они готовы оказать всю возможную помощь но в таком случае путин становится единственным союзником лукашенко никто в мире включая даже китай сегодня за него не готовы вписаться по одной простой причине потому что лукашенко проиграл для всех он стал токсичным и дело 7 никто иметь конечно же не хочет и путин защищая его берет на себя всю его токсичность да безусловно он получит ослабленного лукашенко и все что он хочет но тем самым должен защитить русский народ вот как он считает ненужных иллюзий что вот так можно запросто прийти провести революцию поменять лидера страны это очень плохой пример для россиян но проблема в чем что в белоруссии это все произошло на фоне выборов не было бы выборов этого выброса бы и протеста и смены режима бы не произошло у путина ближайшие выборы очень нескоро как мы знаем в двадцать четвертом году и поэтому он может совершенно спокойно сегодня чувствовать себя в безопасности но как он будет действовать если он не защищает тогда путину необходимо сыграть более хитрый вариант сказать о том что ну что ж уходя уходи уходи батька и тогда я защищать тебя не буду и тогда вы проводите выборы и тогда он выдвигает собственного кандидата если на промосковского на этих выборах таких вариантов у него на самом деле очень много и муж вроде победившего кандидата светлана тихановская которая сегодня заявил о том что она готова взять всю полноту власти но мы понимаем что эта фигура не серьезная она подставная даже есть и сейчас признает цик беларуси победившим кандидатом она все равно будет проводить досрочные выборы реальные кандидаты это ее муж блогер сергей тихановский как я уже говорил патриот россии и такая кремлевская либо опять же газпромовский читай про московский банкир бабарика вот или в конце концов даже господин цепкало валерий который создал фронт спасения беларуси против которого русские даже возбудили якобы уголовное дело били в розыск но это все может оказаться не более чем операции прикрытия своего агента напомню он сегодня объявлен в розыск на территории россии и вроде как бы до сегодняшнего дня находится еще в украине поэтому вариантов у них очень много и понятно что путин выиграет при любом раскладе поскольку беларусь сегодня у них конечно есть розовая надежда на то что они сейчас станут свободными на них польется поток инвестиций но проблема в том что кроме китая русских никто в них деньги вкладывать не готов кстати еще один момент это столкновение интересов с китаем о котором мы забываем китай инвестировал в лукашенко и в его режим огромные деньги речь идет о сумме свыше 20 миллиардов долларов и это еще не конец истории конечно всю эту историю терять они категорически не хотят проблема беларуси заключается в том что там не было приватизации все предприятия крупнейшие государственные нет олигархов и сегодня еще один соблазн путина естественно дать возможность на фоне падения мировых цен никто не будет туда вкладывать повторюсь денег никто не готов туда заходить может зайти только русский китай скупит на корню дать команду олигархам скупит на корню всю промышленность беларуси и тогда она ляжет под них дважды и экономически скажем совсем уже полностью да то есть разорвать все их предприятия и второе это лечь под них политически что опять же весьма вероятно с учетом развития событий еще раз повторюсь если путин не решится единственное что можно спасти луку прямое военное вторжение и счет пошел буквально на дни если на не на часы ему надо принимать решение до конца недели то есть либо путин осуществляет полномасштабное военное вторжение и защищает луку но это ситуация несет для него для путина огромное количество рисков более еще раз повторю легкий вариант от него отказаться сдать и все равно получить на выходе своего президента этот вариант кажется сегодня для путина наиболее предпочтительным тем более что мы понимаем очень много даже на стороне протестующих элиты сегодня выступают про московски настроенных людей посмотрите нет ни одного флага евросоюза на всех этих акциях протеста обратили внимание да только белорусские национальные флаги слава богу русских триколоров нет но флагов евросоюза также нет то что было в киеве то что было на наших евромайданах тринадцатом четырнадцатом году соответственно тема европы тема вступления в евросоюз в нато для них абсолютно не актуально будем говорить откровенно не тешить себя иллюзиями белорусы не хотят сегодня в основном своей массе опять же после многих десятилетий пропаганды и в силу других причин сегодня становиться частью объединенной европы да какая-то часть прогрессивная хочет но основная масса хочет назад русский мир и вполне вероятно что они его такие получат на выходе ну а у лукашенко если еще раз повторюсь он не решится и не получит прямой военной помощи путина будет по сути очень мало вариантов или тихо удалиться уехать в россии поскольку белоруссии его безопасность уже никто не сможет гарантировать или второй вариант получить на выходе румынский сценарий либо с тихой смертью там а-ля от инсульта но мы понимаем что русские спецслужбы к этому прекрасно обученные могут сделать это элементарно ему плакат за моей спиной джеймсом бондом license to kill лицензия на убийство как бы намекает на это прямо и вторая история его могут действительно публично или не публично каким-то образом типа вот и серии непонятно кто его там при бегстве при попытке взлета на вертолете вертолет взорвется или просто потерпит крушение то есть способом но но путину конечно надо попытаться было бы избавиться своего подельника если все-таки он решит его сдать в этой ситуации ну а обещанный мною стрим 25 тысяч подписчиков случится буквально ближайшие дни просто событие так быстро развивается что я даже не успеваю его запланировать спасибо что вы были очень активны наше прошлое видео набрало рекордное 400 300 30 тысяч просмотров и дальше продолжают расти по беларуси и я уверен что мы будем точно также быстро расти поэтому подписывайтесь обязательно ставите лайки и уже повторюсь на это на этой неделе в ближайшие дни состоится большой стрим где мы обсудим ситуацию в беларуси обязательно обсудим местные выборы украины то что вы проголосовали на моем телеграм-канале коррупцию зеленского его ближайшего окружения обсудим и обсудим возможные досрочные выборы верховной рады и президента украины одним словом будет очень вкусно очень интересно и спасибо вам еще раз за ваше внимание с вами был тарас березовец и до новых встреч